Ну кто-то мечтает стать игроком в буллинг, а кто-то мечтал с детства стать пожарным. Среди них даже известные актеры Константин Хабенский и Джордж Клуни. Но они выбрали другую стезю. А если бы стали пожарными, они бы с удовольствием посетили музей пожарной части города Красноярска. Оттуда сегодня включается наша коллега Светлана Козырева. Света, доброе утро. Рассказывай, что же там интересное можно посмотреть. Доброе утро, ребята. Я сейчас нахожусь в поистине уникальном месте, здесь собрано практически 150 лет истории пожарной охраны Красноярского края. Чего здесь только нет. И раритетные документы, и современная пожарная техника. В общем, более подробно мы уже успели заранее немного приехать, и нам экскурсовод Елена Афанасьева рассказала за три секунды просто невероятную историю вообще, как у нас развивалась пожарная охрана в Красноярском крае. Я хочу, чтобы вы кратенько, насколько возможно, рассказали это жителям Красноярского края. Доброе утро. Расскажите, сколько вообще экспонатов здесь представлено в музее? Экспонатов более тысячи. И у нас очень много интересных старинных экспонатов. Мы находимся в старой части. Вы видите, настоящий сигнальный шар висит над колончой. Палка, лестница. Она раскладывается в настоящую лестницу. Давайте покажем, как. Просто, правда, интересно. Вроде палка лежит, а хоп, и лестница. Такие старинные приспособления, которыми раньше пользовались. Бобор, колокола, конно-бочные ходы. И вы видите, здесь все в дереве. Убытки от пожаров в царской России в средние века были больше, чем от войн. Поэтому пожарная охрана была очень важна. Она важна и в настоящее время. А мы с вами переходим в следующий зал, который рассказывает о 20 веке. И здесь мы сразу видим, от конно-бочных ходов мы переходим к автомобилям. Здесь уже представлены автомобили. И начинается век техники. В этом зале очень интересна еще одна у нас диорама есть. Город Красноярск в 1881 году, когда произошел самый крупный пожар в истории нашего города. Вот сейчас я диораму включила, когда мы видим, как сгорает половина города. На самом деле захватывающее зрелище. Хотя вроде понимают, что это всего лишь такой макет. Но прям впечатляет. Наверное, детям очень интересно такую экскурсию посещать. Ну, здесь есть сопровождение звуковое, конечно, музыка, сопровождение звуковое. Интересно. Здесь стоят у нас два насоса. Очень тоже старые. Но самое интересное, они рабочие. Рабочие? Да. Мы в здравительный лагерь вывозим летом. Ребятишки на нем качают воду. Вот представьте. Ну, сколько вмещается человек. Здесь человек шесть, здесь человек шесть детей. А вообще было по два здоровых мужика, потому что очень тугое. Довольно сооружение качать воду эту. И все хотят попробовать. Поэтому желающих покачать воду есть. Ну, заборный рукав, подающий рукав здесь. Ну, обо всем ведь не расскажешь за пять минут. Я хочу вам показать еще вот такие каски. В конце экскурсии обычно мы фотографируемся вот в таких касках, пожарных касках. Видите, им уже лет по 70. Ребятишки все у меня фотографируются в этих касках, потому что группу ставим, они меняются и все оказываются. Нравится наше музей всем, потому что маленьким показывают мультфильм, обучающий, но мультфильм. С удовольствием смотрят ребятишки. Взрослым клип показывают. То есть у нас вот экраны есть телевизионные. И в заключении на десерт у нас кабинеты. Пойдемте, я вам покажу. Да, тут еще, тут очень много достаточно комнат, хотя кажется, кажется, не сильно большое помещение, но очень много всего умещено. Так, что здесь представлено? Рассказывайте. Кабинет начальника пожарной части до революции при царе. Как он выглядел? Над столом обязательно висел портрет царя, портрет министра внутренних дел племя, ее императорское высочество Мария Павловна. Вот так выглядел кабинет брандмейстера. А здесь тот же самый кабинет спустя полвека. Кабинет начальника пожарной команды при советской власти. И атрибутика того времени, над столом мы с вами видим уже не портрет царя, а портрет Владимира Ильича Ленина. И знамена, вампела, трудоленина Сталина, материалы съездов. Ну, в таком контексте. Мы принимаем ежегодно очень много экскурсий. Экскурсии у нас бесплатные. Просто нужно организованную группу, не менее 10 человек, позвонить по телефону 2-27-36-28, записаться на экскурсию, прислать списки, у нас проходная система. И в определенный день и час прийти к нам. Ну, у детей, наверное, ажиотаж, да, когда они здесь? Я предлагаю пройти... Не только у детей, у взрослых не меньше ажиотаж, когда они приходят к нам. Взрослых потом, даже студентов не выгнать, им по спустя, надо посмотреть, экспонатов много, пофотографироваться везде. Поэтому интерес у всех, не только у детей. Ну, с первого класса мы принимаем ребятишек, ну, вплоть до соцзащиты. Вот у меня и соцзащита записана, ветеранские организации. То есть, давайте сейчас еще сориентируем наших телезрителей, ведущих, которые сейчас смотрят, им тоже стало интересно, где находятся, чтобы адрес точный знать и как к вам проехать. Так, мы находимся в Мира 68, управление МЧС России по Красноярскому краю, во дворе, во дворе Мира, за фармучилищем, так, остановка Дом быта. Но попасть к нам, повторяю, вот так вот с улицы просто нельзя, мы находимся в управлении, поэтому заранее позвоните по телефону 2-27-36-28, я запишу вас на экскурсию, вы пришлете мне списки, и я буду вас принимать у себя в гостях в музее пожарной охраны. Прекрасно, мне кажется, обязательно нужно сюда прийти, потому что действительно вот спрятано где-то в закромах такое сокровище, здесь можно прийти и познакомиться не только с историей, а просто увидеть такие невероятные вещи, плюс интерактив, можно померить каски, сфотографироваться, в общем, зарядиться впечатлениями, эмоциями, а главное пропаганда пожарной деятельности. Самое главное, предупреждение пожаров, да. То есть основная цель даже? Основная цель, 50 лет, из года в год основная цель предупреждения пожаров, конечно. Здесь пугаем пожарами и учим, и как вести себя, и предупреждать, и сохранять себя в случае пожара. Так что, наша задача. Обязательно приходите, ребят, вам слово. Свет, спасибо тебе большое, мы уже готовимся буквально на выходе, вот-вот закончится уже эфир, пролетит час незаметно, и мы сразу позвоним, и запишемся на экскурсию всей редакции. На самом деле, действительно, очень хорошая идея для организации, например, школьной экскурсии, для тех же младших школьников, я с удовольствием воспользуюсь таким советом. Спасибо, Светлана.